Приветствую вас, давайте разберём вопрос, который вы задаёте. Общаемся с мужчиной полгода плюс. Для меня отношения были не совсем понятные. Казалось, что недостаточно серьезно ко мне относиться, но мне нравилось, было хорошо вместе, весело. При встречах ощущения радости и счастья, по ощущениям духовная близость. Но иногда он отстранялся, мог пропасть на выходные, ссылаясь на дела. В такие моменты сильно переживал. За полгода плюс отношения практически на том же уровне, что и в начале. Но продолжали встречаться, мне было трудно разорвать их. А месяц назад начал ухаживать другой мужчина. Сначала думал, посмотрел, что как, но он довольно активный. Видно, очень старается, заранее всё планирует. В то же время активность начал больше проявлять в прежнем Че, начал делать какие-то конкретные предложения, поехать отдыхать и т.д. Я оказался в вмешательстве, появилось чувство вины, что общаюсь с другим. Чувствовал жалости, что так ждала от него поступков, а сейчас, вроде, сама отстраняюсь и отказываюсь. Страх сделать какой-то выбор, предстать перед выбором. Сомнения. Вдруг я раньше неправильно все понимал, и он на самом деле был серьезно настроен. Как лучше думать здесь, в данной ситуации, чтобы вернуть свой эмоциональный комфорт. Но я не думаю, честно говоря, что прямое указание вам на то, как действовать, решит проблему. Я так, честно говоря, не думаю. Я думаю, что вы уже как-то думаете, и я думаю, что вы уже как-то действуете. Вот. Я думаю, так. То есть, очень важно здесь, наверное, определиться с вашими приоритетами. Это раз. Вот. А второе, это то, что мне показалось, что вы... Знаете, как будто бы вот вы через мужчину, да, через мужчину, что-то в себе компенсируете, что-то для себя. Вот так мне показалось, исходя из вашего сообщения. А вот. То есть, это история не про вашу симпатию к человеку. Это больше как будто бы история про то, что вы хотите от человека получить. И, соответственно, конечно, вот в таком случае мы оказываемся перед... Ну, перед зависимостью в таком случае мы оказываемся само собой. И вы не ориентируетесь на... Чувства свои, а ориентируетесь на то, на то, по сути. Что делает другой человек. Вот. Как он действует и как он себя ведет. Вот. Что, собственно, и делает вас... Что и приводит вас, на мой взгляд, к... Таким вот чувствам. Вот. Не самым... Комфортным, да, не самым приятным и так далее. Вот. Поэтому, есть ощущение, что вы сомневаетесь, как бы, в том, достойны ли вы серьезного отношения к себе. То есть, вот есть такое у меня ощущение, что вы пытаетесь как-то все... Опереться на то, серьезно ли человек к вам относится или нет. Вот. То есть, вот ваше высказывание о том, что вы ждете от него каких-то, ну, поступков. Да, вот, это все-таки история про стремление, про желание что-то доказать. Вот. То есть, ну, вы пытаетесь как будто бы себе что-то доказать. Вот. Доказать, что к вам могут серьезные отношения и так далее. В то же время, то, что вы не можете, вот, закончить отношения, да, говорит о нуждаемости, о потребности, о важности в этом смысле. Для вас человек, человека, а не его ценности. Вот. То есть, это тоже такой довольно-таки серьезный момент, на мой взгляд. Почему серьезный? Потому что здесь посылка, изначальная посылка, она является как бы несколько деструктивной, на мой взгляд. Потому что вы исходите из того, что человек вам может дать. А не из того, что вы, например, хотите для человека. Вот. И, собственно говоря, попробуйте определиться, чего вы сами хотите для мужчины. Вот. Ваши чувства-то, а не какие? Вот. Именно, ну, именно ваши чувства какие? Вот, которые вы ощущаете, да, которые вы замечаете в себе, вот, ваши чувства, а не какие? К мужчине, вот, это, это, в принципе, на мой взгляд, и должно выступать тем основанием, на котором вы выстраиваете отношения, вот. А не, не так, что вы выстраиваете отношения, опираясь на то, как ведет себя мужчина, вот. Очень важным моментом является то, что вы переживали, когда человек от вас отстраняется, вот, на мой взгляд, это тоже, тоже очень важный момент, потому что нужно увидеть, чем, чем, ну, чем продиктовано, вот, такое, такое, переживание, скажем так, да, то есть, что вызывает у вас в данном конкретном случае тревогу, вот. То есть, вы боитесь чего? Что, ну, что человек вас бросит, вы боитесь, что человек вас использует и так далее. То есть, вообще, вот, мне показалось, что вы боитесь быть использованы и в то же время боитесь, что вас бросат. И вот с этими страхами вам приходится сталкиваться, а вы, значит, ну, не очень для себя как-то вот понимаете, как на это реагировать, вот. Поэтому, вот, ваши отношения, они, по сути, превращаются в такое вот ожидание, такое вот, там, тотальное, я бы сказал, ожидание чего-то от, ну, от мужчины, от мужчины. А ваша активность, она здесь, как бы, вот, как будто бы на вторых ролях, вот. Такая вот здесь, такой вот здесь момент. Поэтому, мне кажется, что вы свои отношения выстраиваете, вот, значит, ну, знаете, как вы свои отношения выстраиваете, по принципу того, что вы ответчик, ну, что вы ответчик, вот, то есть, что вы только реагируете на какие-то вещи, вот, при этом, при этом, при этом, самостоятельная активность, вы, как будто бы, вот, ну, то ли не любите проявлять, да, вот, то ли не очень хотите проявлять, и вот это очень сильно бросается, конечно, в глаза. Поэтому я думаю, что вам здесь нужно определиться со своими, в первую очередь, чувствами, к мужчинам, вот, то есть, какие вы сами чувствуете, вы говорите, что вам нравится, что вам весело, но это все же больше похоже на то, что вы от человека получаете, да? Вот, это не похоже на то, что вы человеку даете, а вот если вы будете ориентироваться на то, что вы хотите человеку дать, да, например, вот, то это вам будет проще гораздо для себя понять и увидеть, как вам нужно реагировать, да, чем вам нужно реагировать, ну, и так далее. Вот, сейчас, конечно, это тяжело. Прошу обратить ваше внимание на еще такой важный момент, на мой взгляд. Он заключается в том, на каких основаниях вы выстраиваете отношения с мужчинами, то есть, что это за отношения, да, это гендерные чисто отношения, где проявляется, ну, где проявляется только ваша женственная сторона, да, то есть, где вы проявляете себя только как женщина, например. Вот, или это отношения равноправные, где проявляется, ну, где личностное взаимодействие, где вы видите человека как личность, да, где вас видят как личность и так далее. То есть, вот, то, что вы описываете, это все-таки, на мой взгляд, больше про именно гендерное взаимодействие, вот, и я бы сказал, как раз вот, что тут есть, ну, в этом, в этом, в этом, в этом случае, да, могут быть, конечно, проблемы, потому что вы себя обесцениваете, как бы, таким образом, когда выстраиваете отношения, а, только по, ну, гендерам, то есть, только по гендерной какой-то истории. Вот, так, значит, общение с мужчиной полгода плюс, общаемся, для меня отношения были не совсем понятны, и все, да, то есть, это что, это, это недоверие себе, вот, вы же выстраиваете отношения, вы ответственны за то, как они выстраиваются. Если вам не совсем понятно, значит, вы ждете обратной связи у человека. Казалось, что недостаточно серьезно ко мне, вот, это желание гарантии, неуверенность себе, тревога, да, и, как бы, ну, наверное, простройка целей. Отношения. Он мне нравился, был хорошо вместе, весело, при встречах ощущения сейчас радости, по ощущениям духовной близости, это очень похоже на механизм слияния, когда вы просто сливаетесь с человеком, вам хорошо. Вот, изучите, пожалуйста, этот механизм, механизм слияния, я думаю, вам станет понятнее. Иногда он отстранялся, мог пропасть на выходные, ссылаясь на дела, в такие моменты сильно переживал, да, из-за чего, да, то есть, это похоже на то, что вас просто лишили ресурсов. За полгода плюс отношения практически на том же уровне, что и вначале, но продолжали встречаться, мне было трудно их разорвать. Чем трудно? Откуда желание их разорвать? Обратите внимание на то, что у вас здесь есть требования, значит, как до отношения развиваются, чтобы они к чему-то пришли. Это классическая история про гарантию, про желание себя защитить, про защищенность, вот, только посредством другого человека, а не себя, не своих личных границ, приоритетов, ценностей и так далее. Месяц назад начал ухаживать другой мужчина, а сначала думал, я посмотрю, что как, а вот, понимаете, вот, что это значит? Ну, вот, месяц назад начал ухаживать другой мужчина. То есть, если вы любите человека другого, вы его принимаете таким, как он есть, хотите делать его счастливым, точка. Вот, если вы обращаете внимание на знак, на проявление другого человека, вопрос, а любите ли вы первого мужчину? Вот, да? Вот, а дальше, значит, он довольно активный, видно, очень старается, заранее все планирует. Но здесь, опять же, вы демонстрируете что? Вы демонстрируете ориентир. Вы демонстрируете ориентир на поведение мужчины, но не на себя, вот. Это очень расстраивается в глаза эта история. Дальше. Так, значит, в то же время я активно начал проявлять прежние мечи, делать какие-то конкретные предложения, поехать отдыхать, и это оказалось замечательным, появилось чувство вины. Смотрите. Алабам предлагает, предлагают определенные условия оба человека. Вот. Это именно определенные условия. То есть, вот, со мной это будешь получать, то-то-то, со мной это будешь получать, то-то-то и так далее. Конечно, вам сложно выбрать, потому что и там хорошо, и там хорошо, там есть нюансы, тут есть нюансы. Вот. Вам, вы всегда будете искать лучший вариант, никогда его не найдете. Пока вы не перенаправите свое внимание на то, от чего же я хочу для, вот, человека. Дальше. Так, чувство жалости, что сдала от него поступку, сейчас вроде как сама отстраняется от газа. Да, это то, к чему вы стремитесь, на одновременно то, чего вы боитесь. У вас есть страх близких отношений, судя по всему. Вот. Отсюда постоянное стремление как-то убедиться в том, что к вам, ну, относятся серьезно. Страх сделать какой-то выбор. Это страх ошибки. Представить перед выбором, сомнения вдруг и раньше, неправильно все понимала, и он на самом деле серьезно был настроен. Опять же, здесь идет ориентир на другого человека, но повторюсь. Страх ошибки. Страх ошибки означает, что вы не находитесь в чувстве к человеку, а находитесь в состоянии решения какой-то своей проблемы. Как лучше думать, действовать в данной ситуации, лучше для кого? Указывать человека свои приоритеты, чтобы вернуть свой эмоциональный комфорт. Нужно опираться на себя и быть независимым. Для этого нужно поработать с личными границами, и я повторюсь, посмотреть на то, что именно вы транслируете другому человеку. Мужчине. Вот. На этом все. Буду благодарен за обратную связь по моему ответу. Это позволит вам начать работу над собой. Ну и я желаю вам всего самого доброго, удачи!